Здравствуйте! В эфире телеканал Орленок ТВ, программа «Актуальный разговор», основанная на вопросах жителей Новомихайловского городского поселения. В главе поселения Анатолию Русину. Здравствуйте, Анатолий Владимирович. К сожалению, у нас программа по времени ограничена, поэтому предлагаю сразу перейти в работу. Итак, большое количество звонков с аналогичным вопросом поступило от жителей 2-го микрорайона дома номер 14. Предлагаю их прослушать. Я Кузюрина Евгения Константиновна, проживаю в 2-й микрорайон, дом 14, квартира 29. Меня очень беспокоит. Проблема у нас довольно, в общем, периодически отключается свет. И довольно продолжительное время с отключением света исчезает вода. И это уйдется уже, вы знаете, ну очень долго. В течение, я не знаю, почему эта проблема не решается, где это решает, эту проблему отключения, то свет. Вот смотрим, это у нас 14 дом стоит по одну сторону реки. Смотрим, в том районе, на том берегу свет есть, у нас нет. Ну еще вот тут эти тарифы на отопление, но когда мы обращаемся в Альянс, нам говорят, что этот счетчик, который регулирует, ну по которому дается сведение о потреблении воды горячей за отопление, говорят, что он в ремонте. Но этот ремонт уже длится третий месяц. И с нас берут эту плату по самому высшей тарифу, там 50 с чем-то рублей. И когда мы поднимали вопрос, что можно же с нас берут вот за содержание дома, может быть, из этой суммы денег, которая более 500 рублей, можно выделить с каждой семьи часть. И можно было не в ремонт, а купить новый и поставить этот счетчик. Вот этот вопрос. И потом очень серьезный вопрос, это ремонт крыши, потому что течет, и дом уже поражен грибком из-за сырости. Поселок Новомихаловский, второй микрорайон, дом 14. Я хотела бы, Анатолий Владимирович, задать такой вопрос. У нас дом мы получили от постсовета. И наш дом, один, наверное, единственный в Михайловке, не имеет крыши. Крыша, ну нет крыши, а просто залитый, как вот на дороге или где-то рубероид и гудрон. А сейчас гудрон весь полопался, щели очень широкие, и туда проникает вода. Как дождь или снег сейчас. Стены у нас по дому все черные, как с крыш течет. Стены прям черные. А в квартире также чернота под окнами и обои отклеиваются. А в коридорах вода льется прямо на щечки. Замыкание несколько раз было года два назад, щечки горели. Будут ли делать нам крышу? Вот мне такой вопрос. Вопрос интересует. Второй микрорайон, дом 14, от жильцов этого дома. Значит, может глава администрации Русин повлиять на нашего директора альянса Романа Владимировича? Потому что мы несколько раз обращались к нему, он на наши вопросы не реагирует. А какие-то, значит, уже почти два года. Он договор не заключал с нами, ни одного собрания не было проведенного. Интересует нас про крышу, крыша дома нашего. Когда она будет делаться? Говорит, не прошли наши документы в администрацию Ткачеву. А какая причина? Никто ничего не говорит и не знает. Нам вот эти вопросы хотелось бы узнать, ответили кто или нет нам. Насколько мне известно, проблема с крышей в этом доме существует достаточно давно. Мы еще в 2007 году снимали материал об этой проблеме и жители, куда только не писали, не обращались. И даже некоторым удалось в судебном порядке получить компенсацию за испорченное имущество. Как этот вопрос сейчас решается? Насколько мне известно, этим же людям нашим, управляющая компания в лице руководителя, правда, не Романа Владимировича, а предыдущего, предлагала, чтобы уйти от проблемы кровли, сделать дополнительно этаж цокольный. Даже у него была проработка и был подрядчик, который был готов за счет своих денег сделать этот цокольный этаж. Безусловно, они бы получили новых соседей этажом выше, но в свою очередь этот вопрос был бы решен. Жильцы не поддержали, то есть жильцы не смогли, они отказались. Теперь, что касается кровель, я уже приводил пример, что у нас в 2010 году в программе были предусмотрены деньги на софинансирование, на участие в программе. И даже краевая администрация поддержала нас. Но мы, получив этот лимит, мы решили распределить его на три дома проблемных. Не один дом у нас с плоской крышей, который сегодня озвучивались. То есть там не нет крыши, а просто она? Она, так называемая, плоская кровля, да. Она не конусная именно, а плоская. И мы предлагали управляющим компаниям, в том числе и Альянсу, подготовить комплект документов, которые они не смогли собрать, по причине того, что жильцы первых, вторых, третьих этажей отказались. И это не сказав, что у них не течет и что им это не надо. А, к сожалению, действующее законодательство предусматривает участие в софинансировании всех жильцов. И только при условии софинансирования всех жильцов возможно заявиться и участвовать в этой программе. Кстати, я вот вспомнила тоже случай. У меня, у моей свекрови такая же ситуация. Дом ползет. Те, кто живет на этажах выше, им безразлично, что он сползает с горы. А те, когда зашел вопрос о ремонте крыши, кто живет внизу, сказали, а это нас не касается крыши. Но есть хорошие примеры, когда все-таки меняется мышление и люди начинают понимать, что сегодня все имущество квартирного дома, и дома, и подвалы, и подъезды, и инженерные сети, это все общее. И невозможно, если болит в организме палец, невозможно, чтобы не болел весь организм. Все равно будет болеть и голова, и весь организм. Так и здесь. Надо перестраиваться. Просто надо понимать, что... И возвращаться к хорошим, добрым соседским отношениям. Чего, к сожалению, пока еще нет. Но есть уже хорошие примеры, когда люди откликаются, и люди правильно понимают, и начинают все-таки читать и законы, и руководствоваться законами, и выполнять свои законы. Скажите, со стороны администрации, вот какая будет сейчас... Мы, администрация, на 2012 год предусмотрены деньги на то, чтобы заявиться в программу, и мы уже заявились в программу. И в случае нашего подтверждения, участия нашего поселения в программу, мы готовы максимально, которую нам выделят сумму, принять и освоить здесь эти деньги на территории домов наших микрорайонов. На все дома единовременно этого не хватит, безусловно. Но мы, получив субсидию, если она будет нам выделяться по программе 185-го федерального закона на ремонт домов, обязательно в открытом режиме мы проведем общее собрание всех заинтересованных людей. Это будут жильцы домов, это будут управляющие компании, председатели ТСЖ, актив в лице депутатов. И общим, единым мнением выберем наиболее необходимые к ремонту дома. Этого не будет колуарно решаться в застенках узкой администрации. Это будет открытый, нормальный отбор, который мы проведем вместе с нашими всеми людьми. А вот сейчас, вот именно по 14-му дому, предложения нет собраться с управляющей компанией, с жильцами? Да нет, это не то, что предложение, это необходимо сделать. И мы на следующей неделе, обязательно выйдя отсюда, мы организуем эту встречу, мы призовем и руководителя управляющей компании, обяжем там быть, надо, например, надзорный орган, госжилинспекцию, чтобы вместе всеми провести открытую встречу, чтобы люди смогли задавать эти вопросы не только мне сегодня по телефону, но и также глядя в глаза руководства управляющей компании. Ведь по факту они содержат и они оплачивают свою услугу. И, конечно, обязана любая форма управления, управляющая компания, любой руководитель уважать людей и не бояться встречаться и отвечать на их вопросы. Кстати, недовольство работы управляющих компаний существует не только в 14-м доме, я предлагаю послушать и другие звонки именно недовольных. Второй микрорайон, седьмой дом. Кому обращаться, если управляющая компания доверия не выполняет заявки или плохо обслуживает дом? В первую очередь, вторая и третья инстанции, это будет администрация и государственная жилищная инспекция. Орган создан для того, чтобы контролировать законность и правомерность, порядок выполнения всех заявок в сфере жилищного кодекса, жилищного законодательства нашего. Но, в первую очередь, безусловно, нужно письменно обратиться в саму управляющую компанию и получить ответ подтверждающий. Потому что зачастую жалобы, которые мы рассматриваем, обращения людей, не находят подтверждения в управляющих компаниях. То есть люди зачастую, особенно это после событий, которые коснули нас в октябре 2010 года и в августе 2011 года, было большое внимание обращено на нас, на наше поселение. Было много здесь приезжало руководство краевой администрации, федеральных даже органов. И все открыто, потому что все готовы работать с людьми, давали свои номера телефонов, давали какие-то контактные свои интернет-порталы. И сегодня зачастую люди наши обращаются в первую очередь не в службы, в ту же управляющую компанию, а сразу считают, что нужно обязательно обратиться напрямую к председателю правительства или к нашему президенту, или к губернатору нашего края. И когда мы эту жалобу все-таки видим у себя и начинаем обращаться, то зачастую либо эта жалоба уже сделана, исполнена управляющей компанией, либо они об ней даже не знают, они от нас узнают об этом. Вот и все. Поэтому надо в первую очередь обратиться в саму управляющую компанию. И если реакции нет, если получен ответ, тогда, безусловно, надо либо прийти в администрацию, либо же все-таки обратиться в государственную жилищную инспекцию. Все телефоны, адреса у нас есть. Мы все в любое время могут прийти в отдел ЖКХ, наши граждане, и они им дадут для того, чтобы они могли там созвониться в первую очередь, а потом и обратиться к ним. Я думаю, о состоянии обслуживания своего дома, квартиры, беспокоится каждый. Но у Михайловец, к сожалению, не все что-то делают для того, чтобы переломить ситуацию. Поэтому я предлагаю послушать следующие вопросы от неравнодушных. Я жительница поселка Новомихайловский, улица Ленина, 9, малышна Татьяна Александровна. У меня такой вопрос. Когда будет нормально у нас подавать воду на 4-5 этаже? Мы никак не можем добиться вот этого. Постоянно нет воды. С августа месяца прошлого года плохо течет вода. Ну и ремонт будет в общежитии? Я, Баранкина Раиса Прокопьевна, живу по Ленина, 16, квартира 5. Я по улице Ленина живу. Так вот там двухэтажные дома у нас. Когда будут ремонтироваться фасады? И планируется ли это все? Есть еще вопрос. Вот у нас здесь газовая площадка? К ней подъезда нет. И наш дом постоянно подтапливается не в погоду. Мы уже везде писали. Все равно никто никаких сбегов. Ну, давайте по Ленина, 9. Проблема существует не только по Ленина, 9, а во всем микрорайоне молодежном, по улицам юности, молодежи, строителей. Причина есть. Причина это у нас в прошлом году, вы помните, было отключение воды. Более суток мы были без воды, когда при строительстве пешеходного моста пробит был закольцовывающий водовод. Вот это в этом заключается причина. Ресурсники знают об этом. Топсет теплоэнерго. Ой, райводоканал. Они занимаются этим вопросом. Сегодня я разговаривал с ними, уже поднимал этот вопрос. Они обещают в течение следующей недели все-таки найти возможность закольцевать два магистральных водовода у нас и все-таки таким образом поднять нам давление в этих микрорайонах и забыть эту проблему. Подождите, так проблема существует уже с августа, а пробили они только вот туда? Сегодня мы обсуждаем это, ведь заявок много и основная масса обращений по низкой воде именно после 11.11.11. Даже такое совпадение было, это произошло 11 ноября в 2011 году. И поэтому я думаю, что в течение следующей недели они найдут возможность закольцеваться и таким образом, соединив два магистральных водопровода, поднять давление и мы про этот вопрос забудем. Да, потому что это ненормально. У нас вот сотрудница жила в этом общежитии, она с третьего этажа, чтобы помыться и постираться, таскала воду в ведрах, в баллонах. Да, согласен. Будем заниматься, я думаю, что на следующей неделе постараемся уйти от этого. Что касается ремонтов, как этих домов на улице Ленина наших, 16, 18, 20, так и, наверное, самого общежития. Мы также людей приглашаем, призываем принять участие в реализации 185-го закона. О том, что мы говорили, да? Да, о том, что мы говорили. Ну и также не забывать о возможности самих людей, самих людей обустраивать, не бояться этого, свои дома. Потому что в первую очередь в этих домах живут они сами. И сегодня надеяться, что завтра все дома нашего поселения, я говорю сейчас и про Ольгинку, и про все многоквартирные дома в других поселках наших, в Агре, многоквартирные именно, что они попадут в реализацию этой программы. Нет, законом предусмотрена статья не только содержания дома, но и текущий ремонт. Но законом предусмотрены люди сегодня, когда им предлагаешь, агрессивно сразу реагируют на это. Но мы не нарушаем закон. Мы готовы к участию в программе. И мы готовы предусмотреть софинансирование в этой программе. И тот же Ленина 9 могут привести пример нашего участия в их жизни. Это тоже газификация, которую мы им сделали. Ведь у них более трех лет, больше двух лет не было газа. Мы в прошлом году нашли возможность, выделили деньги. Сегодня все они имеют возможность выйти, во-первых, обезопасить их от пожаров, от этих тепловых, от этих всяких использования, этих печей в домашних условиях. Мы сегодня сделали им газ, а не с газом. Также уже мы приобрели материалы, но опять-таки только на ремонт первого этажа, где находятся наши социальные службы. Мы там планируем, в обществе инвалидов, которые находятся в социальной нашей службе, мы готовимся и там сделать на первом этаже. Но пусть и люди сделают встречные шаги. Скажите, что им надо конкретно сделать? У них есть управляющая компания, Брис, если не ошибаюсь. Она, безусловно, должна выступить инициатором этого всего. Но ведь и люди могут призвать управляющую компанию провести сход граждан, определиться по доле затрат, которые мы несем сегодня. Может быть, определиться по текущему ремонту, может быть, за счет средств текущего ремонта, приобрести материал и не бояться выйти и для самих себя сделать тот же субботник в подъезде. Страшно зайти в этот подъезд. Ну, там очень страшно зайти. Что ждут? Что там ходят люди, приехавшие из Джубги или Снебуга? Там ходят те же самые жильцы. Но они собственники. Сегодня более эти события последних двух лет, когда это общежитие было передано и когда я начал руководить в поселении, когда прошли законные выборы. Первое, что мы сделали, мы дали людям возможность стать собственниками этих общежитий. Больше 50% за такой непродолжительный период стали собственниками. Всегда люди боялись. У всех были договора социального найма. А теперь мы сами выступили. То есть мы теперь не стараемся иметь рычаг воздействия на этих людей, имея договора социального найма, то есть прервать их. Наоборот, мы дали людям уверенность в том, что сегодня эти помещения остаются за ними. И уже администрация ни под каким предлогом не сможет у них забрать эти помещения. И мы и законными путями, и участием в судах. То есть даже больше всего того, мы помогали людям участвовать в судах. И сегодня люди, ну, получив право собственности, надо и делать какие-то встречные саги. Может, привыкли к хорошему? Ну, наверное, немножко есть и такое. Но я уверен, что пройдет не такое продолжительное время. Есть примеры хорошего нашего участия жильцов в обустройстве своих домов, придомовых территорий, в тех же субботниках, в ремонтах подъездах, подвалах, инженерных сетей. И что все-таки перевалится это пользовательское настроение. Или у нас начнет благоустраиваться поселок именно с участием наших жильцов домов. Обычно происходит так, что все за, а кто-нибудь один находится, и все стопорится из одного человека. Не обязательно. Опять-таки мы работаем только с буквы закона. И принято любое решение достаточно более 50%. Поэтому не надо, пусть один, пусть даже два, пусть даже десять собственников будет против. Общее решение примет решение. И оно обязательно, законом обязывает, да, выполнять его. И всегда те же собственники, соседи, те же управляющие компании, которые обязаны это делать, всегда может воздействовать не только каким-то устными убеждениями, но также обратившись в суд. То есть наши дома, это в первую очередь, наши благоустроенные дома, это в первую очередь дело наших же рук. Ну, пример можно привести частного сектора, где никто не ждет обустройства со стороны государства. Где все выходят в выходные дни, не отсиживаются, не отлеживаются дома, а выходят и делают заборы, делают территорию, делают фасады, делают кровлю и живут. Хотелось бы перейти к одному из животрепещущих вопросов. Это расчистка русла реки Нечепсуха. До сих пор с содроганием многие из нас вспоминают события прошлых лет. И следующие вопросы именно в эту тему. В связи с этим несколько вопросов. Какие работы, в каком объеме и в какие сроки планируется выполнить? Первый вопросик. Второй. За счет каких средств производится финансирование этих работ? И третий. Кто производитель работ и кто контролирует эти работы? За счет, отвечу по порядку, за счет чьих средств? За счет средств резервного фонда Краснодарского края. Наш губернатор Александр Николаевич Скачев, выполняя обещания, данные свои перед людьми, выделил деньги на проведение первого этапа этих работ. В каком объеме? Это расчистка от земляных наносов и от деревьев участка реки от Федерального моста до моря. И второе. Это от очистных до водозаборных сооружений ВДЦ Орленок до Федерального моста. Это углубление русла реки за счет не выборки щебня, а за счет конусования его с правой стороны вдоль улицы Колхозной. Таким образом, мы увеличим проход реки по середине русла реки. И второе. Мы обеспечим безопасность наших людей, создав эту наносную дамбу, которая позволит в случае подъема воды обезопасить. Сегодня во многих участках там уровень реки вровень с улицами нашими. А нанесение этой дамбы позволит нам спасти людей, дать им время спокойной эвакуации в случае опять резкого подъема воды, спасти свое имущество, убрать тот же транспорт свой, который будет в зоне опасности. Ну и я думаю, что обеспечит людям какое-то спокойствие и спокойный случай от этой, как вы говорите правильно, если вдруг возникнет и третий раз это такое событие, как подъем реки. Кто выполняет эти работы, кто контролирует? Значит, выполняют эти работы подрядная организация. У нас есть процедура выбора подрядных организаций. Был проведен открытый конкурс, да, именно на те организации, которые будут участвовать на выполнении работ в режиме ЧАЭС, который у нас сегодня объявлен с августа и до сих пор не снят, потому что главой района нашим Владимиром совместно со мной принято решение не снимать, пока мы не увидим, что действительно за счет средств всех бюджетов мы не обезопасили своих людей. То есть мы об этом озвучиваем везде, не скрываем, что на все предложения нам снять режим, мы не будем этого делать, потому что мы несем ответственность за людей. И сегодня именно сигнализируя только режимом ЧАЭС, это одна из многих наших рычагов, в которой мы говорим о том, что эта опасность до сих пор есть, и чтобы они знали не только власти района, но и власти края, и, может быть, даже власти федерации. И процедура отбора нами проведена, открытый конкурс проведен, и одна из подрядчиков фирм, которая прошла, заявилась, она прошла процедуру, она выиграла эту процедуру, и сегодня она проводит эту работу. Контроль осуществляется как со стороны технодзора нашей администрации, но основное это Департамент гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, они, безусловно, выезжают постоянно, они, безусловно, все ведется в фото-видео документации всех работ, то есть то, что было и то, что стало, потому что все-таки деньги есть, деньги немалые, и за них придется, конечно, безусловно, отчитываться. Сумма, тоже люди должны знать, на первый этап реализации выделено 9 миллионов 50 тысяч рублей. Это хочу только поблагодарить руководство края, что изыскало возможность именно на одну нашу реку выделить такую приличную сумму. А будут ли еще в поселении чиститься? Значит, параллельно, потому что мы знаем, и эта же проблема в Плехо существует, и в Ольгинке тоже есть проблемы с углублением русла реки. Мы заявились и участвуем в выделении денег с федерального бюджета. Сегодня Департаментом, как я говорил, гражданской обороны Краснодарского края уже отыгрывается конкурс на проектирование расчистки русел рек, всех рек нашего именно поселения. И если мы до середины этого года успеем провести и получить проект, прошедший экспертизу, то мы будем уже на вторую половину этого года просить добиваться, выбивать деньги со всех уровней бюджетов, чтобы сделать не только расчистку русел рек, но и туда же включить и берегоукрепление русел рек. То есть это позволяет им на второй этап, и мы на эту работу нацелены, и будем ее продолжать. Первые результаты, что уже хорошо, мы наконец-то перешли от слов к делу. И сегодня работающая техника, любой житель может прийти уже не на словах, которых много, наверное, слышали они уже за свою жизнь, но и на деле увидеть, что все-таки мы наконец-то смогли, и у нас получается реализовать. Вот хотелось бы узнать, какие сейчас на первом этапе работы ведутся, что уже сделано, и в какие сроки планируется? Значит, сроки мы дали не более двух месяцев на это, но большие коррективы вносит погода. Все видели события последних трех недель, когда для нас неожиданные, непривыкшие к каким морозам, стали температуры у нас. Конечно, в такие работы проводить, в такие морозы мы не будем, если опять возникнет. Теперь не исключены, может быть, какие-то незначительные подъемы уровня воды, когда сейчас будут все равно обильные осадки, таяние снега. Тоже это будет дни, когда будет работа не проводиться. Но вообще мы дали не более двух месяцев, чтобы работа была завершена. Для этого будет вывозиться, по-моему, более 15 тысяч кубов. Мы только планируем вывезти вот этих земляных наносов с реки. Это громадный объем, который, наверное, сегодня не только в Туапсинском районе, но, наверное, не каждый район Краснодарского края сможет похвастаться или сказать, что в таком объеме на расчистку русел рек было сделано, выделено столько денег и столько денег сделано. А то, что сделано, я в этом не сомневаюсь, потому что, как глава, видел неоднократно вот эти обращения людей, которые живут в зоне подтопления и в зоне страха. И мы их не подведем. И в ближайшее время все-таки дадим им какую-то уверенность, что они могут не бояться подъемов воды. Кстати, очень много споров у жителей, что о правильности действий возникает, что нельзя там, не надо там деревья вырубать или еще что-то, потому что они там какое-то препятствие создают в воде. То есть, вот что вы можете, как эту ситуацию прокомментировать? Ну, для меня очевидно, что деревья должны расти в лесу. Это для меня очевидно. И вот эти громадные наши деревья, которые на протяжении 5-10 лет, и вот эти земляные наносы, которые у нас есть, целые острова, которые для меня очевидно, что они сужают. И есть не только мое мнение, но есть и проведенные неоднократно с выходом, привлечением специалистов, гидротехников, гидрологов наших, с краевых кубанских бассейнов хозяйств, водных там проектировающих институтов, которые все в один голос говорят, что русло реки должно быть чистое. Оно предусмотрено только для пропуска воды. И оно должно, обязано быть расчищено. Поэтому, не сомневаюсь в правильности своих действий. И еще раз говорю, благодарю поддержку районной администрации и краевой администрации на этом уровне, что помогли и дали деньги на расчистку русла реки. Вот следующий вопрос более конкретно спрашивают по Заречной улице. Давайте послушаем. Давайте. Значит, я живу на острове, улица Заречная. И здесь у нас вот около дома Заречная 4, 6 и 8. Здесь участок дороги небольшой, неблагоустроен уже давно. Мы неоднократно обращались к Русину по поводу благоустройства. Было обещание, что это будет устранено. В общем, здесь ямы и все такое. Вот. Я хотела бы узнать конкретно, когда все-таки устранят. В смысле, как заасфальтируют этот участок дороги. Еще один вопрос. Мы живем в зоне затопления. Два раза уже пережили в октябре. И, значит, в августе прошлого года была вторая волна затопления. Мне хотелось бы узнать, когда наконец будет все-таки сделано русло реки нашей здесь на острове, чтобы мы не тонули здесь постоянно. Потому что я, насколько знаю, что из федерального бюджета деньги были выделены на это дело. А что-то никакой работы по этому поводу мы не видим. Это не только от меня такой вопрос, но и от всех наших здесь соседей. Видимо, в районе Заречной улицы пока не уйдет. Пока не уйдет. Но обязательно, я сказал, они это увидят. Ближайшие, я говорю, буквально завершив нижнюю часть, увидят там и бульдозера, и экскаваторы. То есть уже механизм запущен, но он идет. Еще, кстати, самой улицы Заречной, значит, чтобы не давать обещания, скажу, что асфальтирования в 2012 году этой улицы не будет. Отсыпку проведем. Отсыпку проведем, я думаю, либо в течение, ну, февраль уже заканчивается, но я думаю, в марте. С началом работ будут когда техника работать, экскаваторы, щебень. Я думаю, мы найдем возможность этим же щебнем отсыпать и убрать эту проблему. Кстати, о дорогах жители вспоминали неоднократно. И как бы то ни было, нам приходится по ним передвигаться, и не просто это бывает губительно для наших каблуков и подвесок машин, но и мы можем передвигаться с риском для жизни. Поэтому следующий вопрос как раз вот в эту тему. Лидвин Гаэлла Вячеславовна, мой вопрос. Плехо есть земельный участок и жилой дом. И не только у меня, но еще у десяти моих соседей. Дорога к нему уже обвалилась, можно сказать, вдоль речки. То есть это находится дорога в конце Плехо, не доезжая до Черешнего осада. Там обрыв, там речка подмывает ее постоянно. И уже до такой степени подмыл, что уже осталось там вот маленький кусочек, где может только легковая машина проехать. Мы не имеем возможности нормально проехать. Мы все время ездим, можно сказать, как по лезвию бритвы. Каждый раз смотрим, чтобы не провалиться в пропасть. А пропасть там шесть метров высота. Ну, обрыв такой. И едешь, никакого ни ограждения нету, ничего. И вот подмывается все время этот берег. И вот буквально там еще столб стоит прямо вот как раз электрический. Если он дальше будет подмываться, и столб там завалится, и света не будет. То есть там очень сложная ситуация. Уже писали и на Лыбаниево, и на Ткачево. Уже не знаем, куда писать дальше. В общем, Анатолий Владимирович сказал, что в ноябре, в декабре, вот еще прошлого года, будет это все сделано. А в Новый год он будет пить за нашу дорогу шампанское. Мы, конечно, так надеялись на него. В общем-то, надеемся до сих пор. А что нам еще остается делать? И вот писали, вот 10 домов подписи, письма собирали, все это, обращались как бы во все инстанции. Осталось только, наверное, или в МЧС обратиться, или к Путину. Ну а куда еще писать? Потому что люди не могут проехать к своим домам нормально. Вот сейчас что-то случится с людьми, скорая помощь туда не проедет, понимаете? Или пожар будет, его невозможно будет потушить. Вопрос о том, да, а когда будет восстановлена дорога, в этом в конце плехом. Будем надеяться, до Путина не дойдет. Да, ну правильно. Значит, ну этот участок, он действительно проблемный. Мы в декабре, по-моему, в 10-м году, либо в конце 9-го, либо в начале 10-го, мы его восстанавливали. Были некапитально, сразу хочу сказать, текущим каким-то ремонтом. Мы ее расширили, этот участок, улица Офицерская. Но вот этой водой большой, он был опять смыт. Ну, стихия, конечно, когда идет, она слабые все точки, она сразу оголяет. И в ноябре-ектябре при реализации проекта молодежного нашего микрорайона, мы, конечно, хотели, когда бы пробивали дорогу, и основываясь на этом, я давал обещание, что мы сделаем именно, опять упорядочим этот берег крупным камнем, который при разработке бы у нас был, участвовал. Но, к сожалению, у нас не профинансировали наши работы. Но людям не надо терять надежду, что говорится. Мы с депутатами проговорили, и есть программа по выполнению депутатских наказов избирателей депутатами. И депутаты, которые были выбраны с округа в Плехо, они планируют свои средства, которые у них есть предусмотрены из бюджета, именно отправить на реализацию именно усиления вот этого участка дороги по улице Офицерской. Поэтому я думаю, что сейчас запишу себе, и выйдя, обязательно постараюсь, чтобы во втором квартале за счет денег нашего бюджета, предусмотренных под выполнение наказов нашими депутатами, мы все-таки наконец-то разрубили этот узел, который действительно уже и людям в глаза смотреть стыдно, и обязательно эту работу сделаем. Вот следующий вопрос уже по пешеходным дорогам. Давайте. Предлагаю послушать. Я хочу спросить, почему у нас в школе до сих пор не отсыпана дорожка, дети несят грязь годами, хотя я лично Русину говорила, будьте любезны, выйдите со своих фольксвагенов и джипов и пройдитесь тем путем, которым дети идут к школе. Как лужа стояла на тротуаре вдоль больничного забора, так она и стоит. Как дети идут от Орленка по грязюке, так и идут, метелят эту грязь, да сколько можно. Неужели стыда нет? Три года, говорю, он еще был замом у Зайцева когда. А скажите, я живу в конце поселка, около детского комплекса Орленок, оздоровительного лагеря. Скажите, пожалуйста, почему же не соизволят провести свет? Сколько лет проработала я в поселке, развивала курорт в службе размещения отдыхающих. И 150 тысяч, наводнение, пострадал дом, я не запросила этих денег, не пошла в постсовет, люди потонули хуже, чем у меня там по фундаменту, там вода тоже сильно у меня прошла по дому. А свет протянуть, 150-200 тысяч, прошу, протяните, помогите нам, мы же местные жители. Ну так, беспокоятся за детей, школьников, и там света не было сейчас, не знаю, как ситуация. Также ситуация, у них есть технические условия, полученные ими в Кубань Энерго, их там, она одна, не одна живет там, там еще есть у нее соседи собственники, которые должны все вместе собраться, согласовать эту, у них сложность в чем еще, что вдоль федеральной дороги им придется делать проход. Это, безусловно, потребует согласований с нашими дорожниками федеральной службы, но это все решаемо, на нем просто позаниматься. Мы выделить деньги на прокладку столбов силового кабеля туда не сможем, и не будем этого делать, потому что мы несем ответственность не только за распределение денег, но и за целевую их трату, то есть, которую нас проверяют постоянно, и это будет для нас не целевое использование бюджетных средств. Они собственники своих земельных участков, которые осознанно они в эти земельные участки выбрали себе, и они должны, технические условия, я знаю, им выданы. Если бы у них были проблемы с получением технических условий, или они бы попросили как-то технические условия изменить, такое было, то есть, нам походотайствовать перед руководством Кубань Энерго, мы бы тогда обязательно вмешались бы и помогли это сделать. Либо же другой вопрос, если бы у нас сегодня планировалось бы развитие или какая-нибудь программа, которую мы бы реализовывая, проходили бы своими сетями вдоль их домов, мы бы тоже, безусловно, не отказали им и дали бы им возможность подключиться. Но сегодня такой программы у нас не предусматрено в бюджетах, ни на 2012 год, ни на 2013 год. Поэтому только собраться всем жильцам и проведить самим себе свет. Что касается тропинки, Гайне Андрониковна, я с ней ошибаюсь, это обращается. Действительно говорила, действительно замечание правильное, и постараюсь в ближайшее время, сейчас погода восстановится, в марте эту тропинку сделать. Хотя там есть альтернатива, это поле можно обойти, но раз уже дети привыкли и детям больше нравится идти прямо, то да. Также, что касается тропинки вдоль школы, по которой идет и весь наш детишки с первого микрорайона, и она может быть сегодня говорит и про своих детей, тогда у нас есть встречное обращение к людям, к родителям. Мы на этой тропинке за последние два месяца три раза меняли фонари, их, ну я не думаю, что дети джубские разбили или небухские, их разбили наши же детишки, те же, которые, приходя домой, жалуются на то, что приходится ходить по лужам. Но давайте вместе все-таки работать на благоустройство и на каких-то упорядоченных отношений, работайте со своими детьми. Или те же мусорные пакеты, которые там зачастую выбрасываются на этом участке, которые тоже не приходят никто из соседних поселений и не выбрасывают. А также наши детвора, которые от вас получают эти мусорные пакеты, потому что не успевают по графику вынести в Орленке, также выносят и бросают именно в том же самом, на той же тропе, захламляя все это. Ну, понятно, принимается, будем делать. Я думаю, что восстановится погода, постараемся в марте сделать. К сожалению, время программы нашей ограничено. И в заключении последний вопрос. Давайте. Меня зовут Грузова Светлана Михайловна. Я многодетная мама, ребенок и инвалида. Прежде всего, мне очень благодарны Анатолию Владимировичу Русину и Владимиру Лобаневу за то, что они помогли приобрести стул опор для моего ребенка и инвалида. Я спросила, вот сейчас стул опора уже практически доставлено, вот со дня на день мы должны это учить. И вот мне хотелось бы задать такой вопрос. Уважаемый Анатолий Владимирович, сейчас начинается предвыборная кампания по выборам президента. И вот много мнений и всяческих слухов по этому поводу. Что вы можете прокомментировать? Ну, как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Ну, сложный вопрос. Ну, во-первых, хоть кто-то поблагодарил, все-таки мы что-то делаем все равно. Это спасибо, безусловно. Приятно, да. А второе, это как гражданин страны, который также примет участие, как рядовой гражданин страны, для меня очевидно, за кого я буду голосовать. То есть, у меня есть твердая уверенность. И я знаю, что я приду и уверенно, не задумываясь, поставлю галочку напротив кандидата, которого, ну, очевидно, чтобы не было использовано, что я там за кого-то агитирую. Но у меня уверенность есть, кто мой кандидат. А как глава, ну, наверное, ответ разделю на две части. Первая, это моя обязанность организовать выборы и провести выборы. То есть, организовать председателей, собрать участковые избирательные комиссии, подготовить избирательные участки, подготовить наблюдателей от всех партий. Сегодня дано нам поручение, и оно уже реализовано об установке видеонаблюдения на всех избирательных участках. Сегодня ведь мы уже из семи наших избирательных участков на пяти уже установлено, и на два уже доустанавливаются. Это событие в следующей неделе, когда мы выполним поручение нашего правительства. И мы тогда действительно будем говорить о честных выборах. Но это в части организационной. А в части результатов, ну, убежден, что каждый должен сделать выбор сам для себя. Потому что с этой ношей ему жить дальше. И если вдруг в результате этого удачного выбора, неудачного, наша страна будет развиваться, или наоборот, остановится в развитии, или наоборот, будет регресс, тогда, конечно же, это ответственность тех, кто отдал свой выбор за этого кандидата. Но меня больше интересует, чтобы пришедший человек, кто бы это ни был, кого выберет народ, даже неправильно, кого выберет народ, чтобы я мог сегодня не глобально, я вот сейчас отвечаю на вопрос, не глобально, а там изменить, отменить. Вот многие говорят, отменим ЕГЭ, там кто-то говорит, что он победит коррупцию, кто-то, я не знаю, укрепит наши вооруженные силы. Это все безусловно нужно. Но я глава поселения. И меня интересует, чтобы сегодня я мог с любым кандидатом пришедшим, чтобы он мог воплотить свои слова в реальность, и я мог продолжить чистку реки, которую сегодня я делаю, которая мне помогает ее делать. Я мог сегодня продолжить, и я уже не за горами начало строительства детского сада, сегодня уже делается проектирование. Я мог продолжить строительство газопровода. И не только продолжить, потому что иначе зачем же нам такие изменения, которые нас остановят, а это изменения на 6 лет мы будем выбирать, того человека, кто будет руководить страной, а наоборот увеличить. Вот обращаясь к людям, я хочу сказать, что, во-первых, я призываю вас прийти, не отсиживаться, а прийти. Я всегда говорю, что это наша обязанность с вами, а не права. Это нам надо приходить и надо голосовать. А во-вторых, сделать это так, чтобы потом не жалеть об этом. Вот ответ на этот вопрос. Спасибо, Анатолий Владимирович, за ответы. К сожалению, мы не смогли ответить на все вопросы, их достаточно много поступило. Поэтому продолжит, Анатолий Владимирович, отвечать в следующей программе, которая будет состояться на следующей неделе в четверг в 19.00. Не пропустите. Пользуясь случаем сегодня праздника, хотела бы поздравить всех защитников настоящих и будущих с праздником, с этим днем. А от лица всех женщин телекомпании «Орленок ТВ» вам пожелать крепкого здоровья, успехов в вашем деле и, конечно же, крепкого тыла. Спасибо. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте счастливы и включайтесь в актуальный разговор. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»